Прибыли домой, раздеваюсь. Дома уже такие сумерки, темно-темно и свежо так хорошо. Все, руки мыть и приниматься за еду. Поставила мультиварку прокипячиваться. Слово прокипячиваться, это наше домашнее, в обиходе такое, ну, считайте просто дурачество. В общем, мылась она у меня, эта чаша в посудомойке, вода у нас мягкая, видите, вот есть пузырьки. Я хочу прокипятить, плюс она стояла у меня где-то неделю-две без использования, соответственно, считайте, дезинфицирует и убираю лишнее моющее средство. Сюда я отправила уже овощи, буду их чистить, это чеснок, лучок, морковь. В этом буду варить бульон. Здесь мяско, которое купили на рынке, за 350 нам скинули, продали, ну, со скидкой, да. И здесь за 543, получается, да, 44, мы взяли в ленте, это говядина, тазобедренная часть, здесь такая небольшая, знаете, косточка и вот такой вот кусочек мяса. Поэтому тут косточку вырежу, отправлю тоже к бешбармаку, а остальную часть это буду делать с вами удон, рецептик, не без хурсамы, с другой лапшичкой. По скидке были в ленте любимые соусы, я всегда стараюсь, вот вижу скидку, всегда стараюсь прихватить. Такие вещи должны быть дома в запасе, потому что, ну, мало ли, знаете, ту же куриную грудку взять, замариновать и приготовить в чем-нибудь из этих соусов очень вкусно. Игорь взял мне сыр богатов и взяли на пробу вот этот сервелат зернистый от Бонвида. В общем-то, вот такие наши покупочки сегодня. Игорь сейчас обедает, у нас остался кусочек говядины, я ему, ой, говядины, оленины, я ему разогрела. В общем, Игорь доедает. Я сейчас попью чаек и буду уже готовить наше блюдо. Ну, собственно говоря, что там? Ну, по сути, готовить-то придется мне недолго, потому что я помою мясо, отварю в первой воде, буквально 10-15 минут воду солью, переложу в мультиварку и там буду томить часа три. Получается очень интересная история с этим блюдом, с этим рецептом Бишмармак, да? Здесь написан один рецепт и описание. Здесь даже он без чеснока, по-моему, да, совсем без чеснока. Я хотела именно тот рецепт с чесноком. А вот рецептик... А вот и я! Я не рецептик! Я Игорек. Игорь. Игорь! Игорек-то был когда... Игорь! Да? Или как там? Да. Когда был в школе, смотри. Опять дикует сидит. Ага. Не-не-не. Это опасно. А кто там у нас сидит? Да? Дресьте. Дресьте. И ты чья такая хищная тут морда? О! О! Девочки, мы успели. Я сама не испугалась. Сима! Побежал дальше. Он такой резкий. Девочки, я вас спасла. Девочки, я вас спасла. Короче говоря, рецептов много. Я нашла в интернете тот рецепт, где именно с чесноком. Я хотела с чесноком. Говядина. С этими вот... С этим тесточком, да? Которое ромбиками порезано. И с чесночком. Единственное, у нас нет зелени. Ну, собственно говоря, ладно, ничего страшного. Потому что мы сильно зелень в первых блюдах не употребляем. Ну, нет. Я, конечно, даю, когда она свежая, когда она прям вкусная и с ароматом. А когда она такая уже... Так это суп, что ли, будет? Бешбармак. Ну, там... Ты что, не знаешь, что такое это блюдо какое? Нет. Я думал, там будет мясо с макаронами плоскими. Ну, да. Но оказывается, это суп. И отдельно в пиалу наливается этот бульон. Туда дается зелень. Сверху на мясо тоже сыпется зелень. И его пьют? Да, бульон. Ну, Игорь, как будто... А, ну ты будешь бульон, а я буду мясом. Ну, на Кавказе тоже есть такое блюдо. Оно по-другому называется. Договорились. Ты разве не пробовал? Да не помню, я... Ну, не быть не может. Ну, а сейчас... Ну, быть не может. Ну, ладно, приготовлю, но будет без зелени. Ну, с чесноком. Так что это... Свидание сегодня у нас не предвидится. Будет никак на Кавказе, да? Это блюдо в разных национальных кухнях немного отличается. Немного или много? Немного. А у нас будет какое? У нас будет казахский бешбармак с моими новшествами, как всегда. Сим, ты мне скажи, ты зачем нас сейчас так напугал, а? Страшный ты наш. Лежит, смотрите, хвостом виляет. Тудым-сюдым. Это меня опять, видите, целый день. Овощи я уже все почистила. Здесь три луковицы, ну, как по рецепту. Во всех рецептах по-разному. Я вот несколько прочла, где одна луковица, одна морковь, нет чеснока, где три луковицы, где три моркови. Везде по-разному. Я так понимаю, и хозяйки, и каждые готовят тоже по-разному. Здесь у меня миско. Сейчас вода уйдет. Это я оставлю. Будет у нас удон. Буду делать с лапшичкой, со сладким перцем, с капусточкой. Ну, вы знаете, как я его готовлю. В общем, здесь жду, пока вода сойдет. Тут я поставила первую варку на 15 минут. Лишний белок сейчас свернется. Все лишнее выварится за 15 минут. И потом промою мясо. И на второй воде буду варить сам бульон. У меня почти все готово для того, чтобы закладывать основной бульон. Мясо проварилось 15 минут. Хорошо, видите, оно и подужалось. И белок, который был лишний, кровь, которая была лишней, она ушла. Вместе с пеной теперь пена образовываться не будет. И, как вы знаете, я всегда все варю мясное именно только на второй воде. Здесь почищенный лук, чеснок. Лук нам сейчас понадобится. Чеснок нам понадобится позже. Здесь две морковки, которые у меня были почищены. Я порезала колечками. Лаврушечка. И здесь значит приправы. Душистый перец, черный перец, смесь перцев, кориандр. И чуть-чуть тмина и гвоздичка. Это будут специи, в которых будет вариться как раз таки наш бешбармак. Бешбармак, я вам говорила о том, что рецептов уйма. Все они отличаются. Я понимаю, что есть классический рецепт. И мне будет приятно, если вы отправите, пришлете, и мы посмотрим. И, возможно, по вашему рецепту как-нибудь приготовим. Мультиварка у меня готова. Сейчас сюда все закладываю. И только в конце буду наливать воду. Чтобы точно определить число воды. Чтобы не было, знаете, налью, все уложу. Ее оказалось много. Приступаем. В первую очередь берем мясо. Я выкладываю костью вниз. Чтобы в случае чего, ну, мало ли, не прилипло. Закладываем мясо. Сюда же заложу пока один лучок. Сверху снова мясо. Лучок. Морковка. Лавровый лист. И отправляю специи. Закладываю еще один лучок. Обязательно заливаем все это холодной водой. Прям холодной-холодной. Мы же хотим бульон, а не для того, чтобы только мясо сварилось. Поэтому вода должна быть холодной. Возьму пару чесночин. Тоже положу сюда. Но по окончании мы будем использовать свежий чеснок. Закрываю. Сначала включу на меню суп. Потому что у меня нету здесь томления, холодца. У меня есть только тушение. А потом переключу уже на режим тушения, как закончится программа суп. Хорошо, у кого в мультиварках, конечно, есть этот режим. Режим холодца. Режим томления. Они по-разному называются. Возможно, это то же самое, что и тушение. Я не знаю. Но те, кто профи в этом, можете мне тоже подсказать. В общем, суп на час старт. Как только закончится эта программа, я посолю и включу на 2 часа на режим тушения. Желаю, чтобы всем. Ну, давай, открывай. Получается, нам позвонили родственники из Дмитровой. Мы общались. И, в общем, я вам сказала, что час пройдет. Включу и посолю. Ну, поскольку был разговор, мы общались по скайпу. В общем, она по-бырубную, да. Солить буду вот так. Что-то я не то делаю. Так и что? Солить буду сейчас. Какие ароматы. Обалдеть. Обалдеть. А что это за яблочки лежат? Это яблочки. Видишь, хвостики, Игорь? Луковки. И в этот раз, смотри, я хвостики чуть подрезала. Это луковки. А потом у нас еще будет свежая луковица. Сейчас столовую ложку соли дам. Плюс-минус. Морковочка. Как я люблю все готовить в мультиварке. Смотри, она прям... Все прозрачная. Все сохраняет. Свою форму. Вкусы. Чеснок. Смотри, час, больше полутора часов. Ой, 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 девочки, вы запотели. Сейчас, подожди. Подожду. Сейчас девочки отпотеют. Помашем ручкой девочкам. Во, все, отпотели. Ну, где-то у меня уже чеснок убежал. В общем, короче говоря, даже чеснок не развалился. Я обожаю мультиварку. Если вы еще не пользуетесь, если она у вас стоит без дела... Доставайте и срочно готовить бишбармак. Вообще готовить. А, вообще готовить. Вообще. О, говядина. Ну, все, хватит уже. Там уже все в слюнях. Давай. Все, пусть дальше готовится. Хороший наваристый бульон тоже. Возможно, еще на час поставлю, чтобы он прям хорошенький был. Бульон сварился. Сейчас я хочу выловить мясо, выловить кости, переложить вот в эту вот кастрюлю, оставить на ночь. В некоторых рецептах есть такой вариант, когда потом процеживается, ну, вернее, как процеживается сюда бульон, убирается на ночь. За ночь здесь образуется жировая пленка, она потом убирается, и на этой пленке поджаривается как раз лук. Поэтому именно этим я сейчас и займусь. Бульончик, смотрите, ну, прям красота. Он весь шелковистый, прозрачный. Я бы не сказала, что тут много жира. Все-таки мясо у нас было более-менее, ну, наверное, постное. Поэтому морковку тоже вылавливаю. Пока вылавливаю все. Вот, а завтра будем готовить дальше. Лук буду складывать отдельно, как бы он не нужен, но с него тоже стечет бульончик. Вот, если бы я до конца отрезала бы эти хвостики у лука, то он бы весь на потроха бы развалился. Я так не люблю, поэтому хвостики я в любом случае хоть немного, но оставляю. Ну, и самое важное, ставлю кастрюлю, беру одно сито, беру второе и процеживаю. Теперь весь бульон убираю в холод. Из-за специй, из-за всего того, что варилось, он стал немножко темным. Но это тоже осядет, и завтра он будет прям хороший, прозрачный. Ну, и самое главное, закончить вечер сегодня правильно. Слышите? Шкварчить. Два кусочка пиццы с чаем. И бай-ю-бай. Доброй ночи, друзья. Ну, а на этом, дорогие друзья, буду с вами прощаться. У нас уже 12-й час ночи. Всем пока-пока, и встретимся с вами завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»